Эта неделя в столице Казахстана объявлена нерабочей. Остановлено движение общественного транспорта. Деятельность приостановили многие организации. Марк Брюшко следит за обстановкой в городе. Улица Садвакасова, 19, дробь 1. Этот адрес менее чем за сутки стал очень популярен и известен среди жителей столицы. А все потому, что этот дом за моей спиной, трехэтажный, кирпичный, закрыли на карантин. В общежитии проживал контактировавший с больным коронавирусом. У него также подтвердился COVID-19. В заточении оказались почти 100 человек. У входа дежурят полицейские, которые работают посменно. Улица Садвакасова очень маленькая, я бы даже сказал уютная. Разумеется, практически все жители местные знают друг друга. И новость о том, что целый дом многоэтажный закрыли на карантин, повергла многих в шок. Мы спросили у местных жителей, что они думают насчет сложившейся ситуации. Мы пожилые люди. Говорят, сейчас эта болезнь в основном пожилых берет. Вот все стараемся ходить в масках. Лишний раз не выходить. Да, с соседом живем здесь прямо, с той стороны. Ну, страшновато, конечно. А тут обработку проводили, нет, санитарную какую-нибудь? Ну, по крайней мере, я не видел. А в городе, который сегодня, по сути, уж точно должен был опустить, на удивление, живое автомобильное движение. Движение за моей спиной на мосту весьма оживленное. Да и здесь мы на мосту находимся на другом. Хотя, казалось бы, первый день рабочей недели. Все люди должны оставаться в своих квартирах. Никто не должен их покидать, выходить на улицу, чтобы обезопасить себя и переждать карантин. Организации многие не работают. Вот теперь задумаетесь, неужели у всех этих водителей, что за моей спиной, есть разрешение на выезд из дома? Оказалось, есть. Мы следили за работой дорожной полиции в течение часа и не увидели ни одного выписанного штрафа. Мы говорим, чтобы они не выходили из дома. Но водители говорят, что едут на работу. У всех есть справки. Пока мы только предупреждаем. Но если они попадутся нам повторно, тогда составляем протокол. Тем не менее, прежде чем вы решите выехать в город, хорошо подумайте. Ежедневно в нашей стране регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. В наших силах сделать так, чтобы счетчик заболевших остановился. Просто не покидайте дома. Марк Брюшко, Эрмек Кеншимбек, Хабар, 24.